Всем привет! В этом видео покажу, как шью вот такую косметичку. В пошиве использовала китайский хлопок сатин, синтепон плотностью 100 в 2 сложения, молния бегунок и нашивка с надписью «Ручная работа». Перед раскроем ткань не стирала, продекотировала на максимальной температуре утюга. Выкройка представлена в двух вариантах боковой части, одна с расширением к низу, а вторая прямая. Шить буду по готовой выкройке. Проверяю тестовый квадрат, он должен быть 3х3 см. Все припуски уже включены в лекало, поэтому ничего дополнительно прибавлять не надо. Буду показывать на объеме 1, который с расширением к низу. Подготавливаю детали к пошиву. Боковая часть состоит из двух деталей, внешняя часть состоит из одной детали со сгибом. Синтепон в 2 сложения выкраиваю с дополнительными припусками по 1-1,5 см. Теперь буду делать стежку на каждой детали. Расстояние между линиями стежки 1,5 см. Вначале делаю стежку, затем закрепляю деталь синтепоном по всему периметру. Расстояние между линиями стежки 1,5 см. Так как во время стежки деталь дает небольшую усадку, выкраивать внутреннюю часть я буду по готовой детали внешней части. Здесь можно сразу вырезать по форме деталь, но я буду ставить точки в каждом уголке, затем буду их соединять по линии, тем самым уравнивая все срезы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь буду соединять молнию с внешней частью. Вначале нахожу середину на молнии с каждой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кладу молнию зубчиками вниз к лицевой стороне внешней части и скалываю булавками по всей длине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее прокладываю строчку на расстоянии 1 см от края. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы сошлись линии стежки, по двум сторонам молнии я буду ставить дополнительные контрольные точки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прокладываю строчку на расстоянии 1 см. 1 см от края. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соединяю внешнюю и внутреннюю часть. Складываю две детали вместе лицом к лицу и закрепляю булавками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прокладываю строчку в строчку соединения внешней части с молнией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подрезаю припуск со стороны синтепона на 5 мм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выворачиваю на лицевую сторону и по линии молнии нужно слегка паутюжить деталь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь можно проложить отделочную строчку, но я этого делать не буду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее закрепляю внешнюю часть и внутреннее место по открытым срезам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь соединяю внешнюю часть с боковой. Середину боковой части соединяю с серединой молнии. Продолжение следует... Продолжение следует... Прокладываю строчку на расстоянии 1 см от края. Припуск подрезаю на 5 мм со стороны боковой части. Далее нужно деталь поутюжить и закрепить внешнюю часть с внутренней. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... на втором варианте боковой части нужно слегка подровнять срезы выворачиваю на изнаночную сторону нахожу середину внешней части и далее соединяю с боковой частью здесь важный момент для того чтобы избежать защипов на лицевой стороне нужно очень хорошо расправить уголки в местах скругления делаю небольшие рассечки на расстоянии 5-7 мм для тех кто только начинает шить я рекомендую сметать две детали вместе прокладываю строчку на расстоянии от один сантиметр от края ширину стежка выставляю на два с половиной проверяю симметрию всех уголков выворачиваю на лицевую сторону чтобы проверить не получились ли защипы открытые срезы буду закрывать косой бейкой которую выкроила из подкладочной ткани а и Субтитры подогнал «Симон» Подрезаю припуски на 5 мм И вторую сторону косой бейки буду закреплять потайным стежком вручную Субтитры подогнал «Симон» Косметичка практически готова Осталось выполнить влажно-тепловую обработку и придать форму Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Для бегунка молнии я решила сделать небольшой хвостик Выкрыла его из основной ткани размером 4х21 см Складываю деталь пополам лицом к лицу, скалываю булавками Далее прокладываю строчку на расстоянии 5 мм от края И оставляю отверстие для выворачивания Субтитры подогнал «Симон» Всем спасибо за просмотр! Если вы шьете по моим видео, отмечайте меня на готовых работах в социальных сетях Мне будет очень приятно